Добрый день, дорогие выпускники, уважаемые родители, классные руководители и все присутствующие на нашем празднике гости. Вот и настал этот долгожданный день. Сегодня девятиклассники получат аттестат об основном общем образовании. Прошло 9 лет школьной жизни. Эти 9 лет руководство школы возглавляла Валентина Алексеевна Сучкова. Сегодня она пришла поддержать и поздравить вас. Слово предоставляется Валентине Алексеевне. Здравствуйте, дорогие выпускники, уважаемые родители, педагоги. Я рада поздравлять всех вас с таким торжественным моментом в нашей жизни вручения аттестатов об основном общем образовании. Вот каждый выпуск у нас чем-то знаменуется. Ваш выпуск, выпуск, когда новый закон об образовании действует в первый год. Он вступил в силу 1 сентября 2013 года. И уже итоговую аттестацию вы проходили по новому закону. Многое поменялось. Может для вас не так заметно, но вот самое простое, если раньше мы говорили ступень, школа первой ступени, то сейчас у нас уровни образования. И вы, выпускники 9 класса, освоили уровень общего образования. После окончания этого уровня вы можете выбирать пути получения дальнейшего образования. Можете сразу получать профессиональное образование. Можете продолжать получать общее образование в школе. Ну вот, вы уже должны принять решение. И к этому решению нужно подойти ответственно. Потому что от этого зависит ваша дальнейшая судьба. Нужно трезво оценить свои возможности. Я очень рада, что сегодня аттестаты получат все вгустники 9 классов. Но не скрою, что мы пережили очень тревожные моменты. Когда вот по итогам экзамена математики результаты оказались не такие, на которые мы рассчитывали. Ну, я думаю, что для нас всех это будет уроком. Ученикам это говорит о том, что нужно ответственнее относиться к учебе. Нам, педагогам, наверное, нужно задуматься о том, что нужно быть более настойчивыми в обучении учащихся. Хочется пожелать, конечно, чтобы в дальнейшем никто из нас в такой ситуации не оказывался. Но все-таки сегодня праздничный день. И я думаю, что наша радость полная. Она не омрачена вот этими неприятностями. Хотя по городу 25 человек среди девятиклассников пока аттестаты не получат. Это очень серьезно. Ну, сейчас, я думаю, что сегодня вам нужно еще подумать о том, как вы проведете свой праздник. Чтобы он прошел безопасно для всех. Чтобы вы получили действительно приятные, замечательные эмоции. И ничто не огорчило вас, но и всех окружающих. Я от души вас поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы все ваши мечты в области образования, ну и, конечно, в области личной жизни сбывались. Ну и все вы молодцы. Спасибо вам всем. Спасибо, Валентина Алексеевна, что вы пришли к нам. Я сидела и думала, что когда Валентина Алексеевна начинала директорскую деятельность в нашей школе, вот как раз ваши ребята пришли, вы, ребята, вернее, пришли в первый класс. То есть вы начинали вместе с Валентиной Алексеевной. Ну, давайте поаплодируем такому событию. Ну что же, у нас очень ответственный человек взял штурва управления школой. И вот уже два месяца Ольга Семеновна Порцева является директором школы номер пять. И мы предоставляем ей слово для открытия торжественного вручения аттестатов. Ольга Семеновна, просим вас. Дорогие ребята, выпускники, теперь уже можно вас так назвать, полноценным, красивым словом. Уважаемые родители, уважаемые педагоги и все гости, кто пришел поддержать наших девятиклассников. Сегодня вы уже можете легко, свободно вздохнуть полной грудью, подумать о завтрашнем дне. И почувствовать всю радость того, чего вы достигли. Потому что сегодня у вас очень важный день, очень важный момент. Вы получаете первый в своей жизни документ об образовании. Это важный итог, важный результат, к которому мы пришли вместе с вами. И очень рады и счастливы, что все сорок пять учащихся девятых классов сегодня получают аттестаты. И среди них есть и аттестаты особого образца, что тоже очень важно. Желаю вам, чтобы больше таких переживаний мучительных, какие были в этом году, не было. Чтобы одиннадцатый класс для многих из вас был более легким, потому что вы уже пережили радость, удач от экзаменов. И знаете, как теперь готовиться к этому экзамену. Поэтому удачи вам, еще лучших результатов. Учеба – это важнейшее направление школьной жизни. От того, насколько успешен ученик, зависит его профессиональный путь. На торжественном вручении аттестатов присутствует отличник народного образования Удмуртской Республики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Васильевна Лебедева. Елена Васильевна, приглашаем вас на сцену. Дорогие ребята, я поздравляю вас всех с успешным окончанием экзаменов. Ну и повторюсь, для всех, для вас и для нас большая радость, что все 45 выпускников сегодня получают аттестат об основном общем образовании. 4 ученика у нас сдали экзамены на отлично. 16 без строек, 16 человек на 4,5. Средний балл по русскому языку 4,2. То есть больше, чем на 4 мы русский язык с вами сдали. Математика, средний балл 3,4. С математикой хуже, но тем не менее вытянули. Экзамены мы все сдали, справились. Молодцы. Ну, желаю вам не ошибиться сейчас в выборе образовательного учреждения, в котором вы будете продолжать учиться. А те ребята, кто решил продолжить обучение в пятой школе, завтра мы вас ждем в 10 часов с заявлениями и с аттестатами об основном общем образовании. Значит, к 10 часам приглашаем. Ну, желаю вам быть всегда успешными. Не останавливайтесь на достигнутом. Стремитесь к лучшему. Добрый путь. Дорогие ребята, сегодня вам вручают аттестаты члены аттестационной комиссии. Прошу приветствовать. На сцену занять места почетной комиссии торжественной части выпускного вечера приглашаются. Почетный работник общего образования Российской Федерации, директор школы номер 5 Ольга Семеновна Порцева. Отличник народного образования Ульмуртской Республики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Васильевна Лебедева. Классный руководитель 9-го Б-класса, Прокошева Мария Александровна. Классный руководитель 9-го А-класса, Мария Александровна Константинова. Мария Александровна у нас сегодня сидит за этим столом. Стол выдачи аттестата, так мы его еще назвали. Сюда вы должны будете подойти. Когда получите аттестат, поднимаетесь на сцену, выходите со сцены, подходите к Марине Александровне, расписывайтесь в журнале выдачи аттестата. Итак, мы начинаем торжественное вручение аттестатов и первая номинация «Золотой фонд школы». Слово предоставляется директору Ольге Семеновне Порцевой. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, аттестат об основном общем образовании с отличием вручается Лянгузове Анастасии Дмитриевне. Я думаю, что это наши будущие «Золотые металисты». Аттестат об основном общем образовании с отличием вручается Чубанцевой Ксении Ильини. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Результаты в основном общем образовании с отличием вручается Филиппове Татьяне Вячеславовне. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наш праздник мы назвали времена года и посвящается он нашим выпускникам. Наши умные и старательные, находчивые и талантливые, веселые и непосредственные выпускники девятых классов. Каждое время года уникально, у каждого времени года свое очарование, своя неповторимая и сразу узнаваемая красота. Так же, как и у наших виновников торжества, объявляется номинация «Зимние самоцветы». Внимание на экран! Согласно нашему календарю, год начинается с зимы. Самое сложное, самое экстремальное, самое праздничное время года. Это время подведения итогов и составления новых планов. Время новых впечатлений и время вспомнить все самое лучшее. И все наши выпускники, родившиеся зимой, умеют ставить перед собой цели и добиваться их исполнения. Итак, номинация «Зимние самоцветы». Она посвящается тем выпускникам, которые родились зимой. Каждый по-своему талантливый и уникальный. Это люди, закаленные крепкими морозами, глубокими снегами и северными вьюгами. Слово предоставляется Елене Васильевне и Ольге Семеновне. Номинация «Зимние самоцветы». Поприветствую. Алисистат об основном общем образовании вручается Константиновой Юлиане Владиславовне. Алисистат об основном общем образовании вручается Романенко Кирилл Анатольевич. Алисистат об основном общем образовании вручается Бестриковой Наталье Эдуардовне. Алисистат об основном общем образовании вручается Бестриковой Наталье Эдуардовне. Алисистат об основном общем образовании вручается Бестриковой Наталье Эдуардовне. Алисистат вручается Яковлевой Дарье Александровне. Алисистат об основном общем образовании вручается Меньшику Ивану Сергеевичу. Алисистат об основном общем образовании вручается Бестриковой Наталье Эдуардовне. Алисистат об основном общем образовании вручается Бестриковой Наталье Эдуардовне. Алисистат об основном общем образовании вручается Бестриковой Наталье Эдуардовне. Алисистат об основном общем образовании вручается Бестриковой Наталье Эдуардовне. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание на экран. Древние славяне считали, что год начинается с весны. Возрождение природы, первые лучи солнца, первые проталины, первые листья и роскошное бурное цветение садов. Время новых начинаний, знакомств и впечатлений. И наши весенние выпускники такие же яркие и запоминающиеся. Объявляется номинация «Весеннее цветение». Что характерно для этих выпускников? Это смелость, желание быть первыми, быть замеченными. Весна одарила их ярким талантом. Одни умеют его показать, а другим еще просто не наступило время его раскрыть. Но то, что их запомнят, это правда. Посмотрим, кто же относится к этой весенней номинации. Слово Ольге Семеновне и Елене Васильевне. Адистанты в основном общем образовании вручаются Шестерникову Эдуарду Николаевичу. Адистанты в основном в образовании вручаются Яковлевы, Полиния Сергеевны. Адистанты в основном общем образовании вручаются Хантимировой Анне Александровне. Для вручения адистанты на сцену предлагает Галерий Глашенко, Чайникова, Валерия Адистантова. Адистанты вручаются Широбоковы и Незавидния Андреевны. Адистанты вручаются шестерников. Дома Лунар Айдарович. И сейчас встречается Арлову Кириллу Сергеевну. На сцену приглашаем Кириллу Юлию Александрову. А здесь встречается Кальцем Сергеевну Александровичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Аттестат включается Губенскому Ивану Сергеевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 There's such a lot of girls to see Where answer is there There's such a lot of girls to see 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 And there's such a lot of girls to see 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 Для вручения аттестата приглашается Савронова Дарина Владимировна Аттестата в основном общего образования вручается Горынцеву Никите Сергеевич Аттестата Для вручения аттестата на сцену приглашается Тугай Егор Николаевич Аттестат вручается Гильмеддинову Владиславу Эдуардовичу Аттестат вручается Гильмеддинову Владиславу Эдуардовичу Аттестата в основном общего образования вручается Чубалкин и Дарий Сергеевич Для вручения аттестата на сцену приглашается Добик Алиса Владимировна Аттестата Аттестат вручается Николину Илье Сергеевичу Аттестат вручается Николину Илье Сергеевичу Аттестат Аттестат вручается Гильмеддинову Владиславу Эдуардовичу Аттестат вручается Дина Кулину Ильинару Радик Theneевичу Нет ничего прекрасней и сильнее родительской любви. Родители — это первые воспитатели и учителя своего ребёнка. Родители — это самые верные и самые надёжные ваши друзья. Дорогие ребята, больше и чаще советуйтесь с родителями и никогда не огорчайте их. Слово вашим родителям. Я приглашаю их к микрофону. Держим. Дорогие наши выпускники, милые девчонки и мальчишки. Вот мы сидели, наблюдали за вами такими повзрослевшими, красивыми. Но в душе вы все время остаётесь с детьми. Как вы прекрасно сейчас смущались, когда получали свои аттестаты, краснели. Всё это так мило. Но тем не менее, сегодня такой торжественный летний день. День серьёзный, потому что вы впервые получили документ об образовании. И с этим документом вы получили право выбора. Серьёзное, взрослое право. Для того, чтобы определиться с вашей будущей судьбой. Как уже было сказано вашими наставниками, учителями, перед вами открыто множество дорог. И теперь самое главное вам не растеряться. Поверить в себя. Найти ту частичку души, которая подскажет вам, как сделать верный выбор. Милые наши дети, мы хотели от всей души пожелать вам сделать этот выбор правильный. Многие из вас останутся в школе и продолжат своё образование в 11 классе. Но часть из вас уйдут из школы. И сейчас уже сидя здесь, вы улыбаясь, многие грустно, многие весело. Вы понимаете, что часть из вас уже не увидит ваших наставников. Тех, кто вёл вас все эти 9 лет. Тех, кто сопровождал вас. Это не только ваши учителя, которые давали вам знания. Но фактически не только знания. Они вложили в вас всю свою душу. Они попытались раскрыть в вас всё самое хорошее, доброе. Попытались показать вам мир в таких красках, в каких он есть. Разрешите от родителей и от вас, выпускников, подарить вашим наставникам, педагогам и администрации школы небольшое стихотворение с большой благодарностью за их труд. Спасибо всем учителям за снисхождение к нашим чадам, за терпеливость, шум и гам. Переносить здоровье надо. Мы по работе ходим-бродим, вы раскрываете таланты. Вдруг неожиданно находим в тетрадках, в душах бриллианты. И в этом смысл и радость жизни. Пусть отзвенел уже звонок, но продолжается капризный, прекрасный жизненный урок. От лица всех родителей мы выражаем слова искренней благодарности директору школы Валентине Алексеевне Свечковой. Девять лет она вела наших детей по дороге знаний и самодисциплины. Мы всегда знали, что школа в надёжных руках. Спасибо вам огромное и желаем удачи на новом месте. Также Ольге Семёновне Порцевой мы желаем встречать и провожать выпуск за выпуском, сохранять школьные традиции, развивать школьную среду. Успехов вам в работе. И, конечно же, ещё раз выразить слова благодарности нашим классным руководителям Марине Александровне и Марии Александровне. Без чуткого и ответственного руководства мы бы не справились. Всегда были в курсе событий. Вы наши капитаны. Спасибо вам огромное и примите на благодарности от нас. Дорогие наши выпускники, в этот день вы услышали много добрых слов, пожеланий, наподствий. Но разрешите со стороны нас, ваших родителей, рассказать вам очень мудрую притчу. Каждый из нас хочет видеть в вас что-то особенное. Но все мы в целом...